Пироноспороз Но при благоприятных условиях, а это достаточное количество тепла и влажность, пероноспороз может развиваться и в более ранние сроки. Типичным симптомом развития пероноспороза являются вот такие вот желтые пятна. Они ограничены жилками, поэтому формируются такие геометрические пятна с углами. То есть они не круглые, а вот такие вот угловатые. Вот такой вот симптом это типичное, вот здесь вот уже сильное развитие пероноспороза. Ну а вот на таком вот листике можно наблюдать начало пероноспороза. Как видите, наибольшее повреждение имеют более старые листья. При этом вот вновь отрастающие листья, они имеют слабое поражение пероноспорозом. Поэтому если вовремя приостановить развитие этого заболевания, соответственно, можно продлить жизнь огурца и все-таки надеяться на хороший урожай. Каким же образом бороться с пероноспорозом? Пероноспороз, как и другие болезни растений, гораздо легче предупредить, чем вылечить. Пероноспороз является ближайшим родственником фитофторы. Он также не является таким типично грибным заболеванием в силу своей биологии, биологии возбудителя. Поэтому зачастую обыкновенные фунгициды, наиболее распространенные, на него не действуют. Определенная активность против пероноспороза имеют медь содержащие препараты. Поэтому профилактика такими препаратами, как хомо, ксихом, азофос, бордоская жидкость, являются чрезвычайно эффективными. Особенно в период до образования зеленцов. Когда же уже зеленцы образовались, использование медь содержащих препаратов является не самым благоприятным. В силу того, что выборка огурца может происходить ежедневно, и вот эти попадающие капли медь содержащих препаратов не позволяют нам съедать огурец, например, с кожурой. Или требуют от нас весьма-весьма тщательного отмывания этого препарата. Конечно же, можно сдержать это заболевание, если степень его развития очень сильная, с помощью препарата Ридамил Голд. Он очень хорошо действует и против фитофторы, даже в массовом развитии, и против пероноспороза. Но надо помнить, что у этого препарата имеется срок ожидания, и по крайней мере 3-5 дней после обработки растений необходимо выждать. Поэтому лучше всего сперва собрать зеленцы, а потом уже обрабатывать, выжидая необходимое количество времени. Ну, Ридамил, конечно, является мощным препаратом, но это такая крайняя помощь, уже последняя надежда. Поэтому лучше всего использовать те профилактические приемы, которые мы рекомендуем, против фитофторы на томатах защищенного грунта. Все они точно так же актуальны и для огурца, и для кабачка против пероноспороза, в особенности для профилактики. Будем надеяться, что ваши посадки будут здоровы, а урожай богатый. Используйте биологические методы защиты. Это и триходерма, это и фитоспорин, и проливы всевозможные. Они же, эти методы, они же широкого спектра действия, поэтому они помогут защитить огурец и от таких напастей, как фузырезное увядание, всевозможные корневые и прикорневые гнили и так далее. Поэтому регулярное использование биологических средств защиты является чрезвычайно эффективным. Кроме того, вы сохраняете свое здоровье. Вот на этом участке, например, выборка идет уже в течение четырех недель огурцов. И, конечно, здесь есть какие-то небольшие повреждения, но это скорее остановленное развитие пероноспороза с помощью препарата бактоген. Ну, в общем-то, препарат фитоспорин является, ну, не то чтобы аналогом, но с тем же действующим началом, с сенной палочкой. И здесь вот вполне листья выглядят хорошо, но это при систематической обработке растений фитоспорином. Такая обработка ведется примерно раз в неделю, в 10 дней. Ну, вот какой страшнейший пероноспороз пропижался тут по грядочкам с соседского разрешения. Вот смотрите, что происходит с огуречником, если его не защищать от пероноспороза, не делать соответствующие профилактики. И вот посмотрите, здесь лежит мульча, трава, то есть такая горячая мульча, что называется. Люди делали по блогерским советам, но не спасает, к сожалению, это от пероноспороза. Все равно пероноспороз приходит и все равно очень сильно повреждает растения. А вот характерное начало пероноспороза у кабачка. Появляются вот такие вот желтые пятнышки. Ну, тоже он не похожий на пероноспороз у огурца, хотя пятнышки такие более мелкие. И так немножко сливаются, поэтому кажется, что они носят такой сплошной характер. Хотя при ближайшем рассмотрении видно, что это отдельные пятнышки. Конечно, надо бороться обязательно, надо обрабатывать растения кабачка. И, соответственно, возможно даже удалить вот эти вот поврежденные листья для того, чтобы инфекция не распространялась. Ну и параллельно покажу вам сортовую особенность кабачка. Вот такие вот белые пятна, это ни в коем случае не болезнь, не мучнистая роса. Это пятнышки, связанные с сортовыми особенностями. Это нормально. Ну, а вот это вот растение уже листик с повреждениями. Его лучше, конечно же, удалить. Ну и вот здесь вот можно на вот этих мелких листочках вот здесь вот увидеть пятнышко мучнистой росы. Настоящей мучнистой росы, оно выглядит как такой налетик. Если вот это вот пятнышко, оно выглядит такое серебристое немножечко, то вот у мучнистой росы оно выглядит вот таким вот образом. Обработка мыльно-масляной эмульсией, обработка молочной сыворотки с аммиаком, в общем-то, являются хорошей профилактикой и мучнистой росы, и пероноспороза. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok